привет либертарианцы обзор дешевой еды особо ничего такого мега дешевого я не могу найти вообще на самом деле сейчас даже все дорожает летом то что должно расти редиска лук все подорожало лук 290 килограмм на 450 что там редиска с 50 до 120 но я редиску вообще не покупаю что здесь есть ну дорожает потому что рубль обесценивается скоро наверно будет крах вообще рубль будет стоить то есть доллар будет стоить 100 рублей и больше наверное ну и все деньги отнимут которые в банках людей лежат а потом людей отправят на завод так персики 110 рублей как яблоки стоят нормальные немножко кисловатые но мнуться не сильно не мягкие в каких-то коробочках носить но это уже понятно и так огурцы эти показывал какой-то херни лох помыл я их родим 40 рублей зашибись цена я же их мыл не понимаю что за херня какая-то чем в чем этот огурец да еще помыть 40 рублей нормальная цена но они видно валялись долго где-то поэтому и дешевле ну хотя да не испортится ну вполне нормальный вид я бы на четверочку оценил состояние на четверочку огурцы персики и вот это вот клубника опять которую я и не хочу покупать ну клубника прикольные ягоды но они все время продаются дорогущие по 300 рублей все время кислые мне попадаются я не хочу гоняться за этой клубникой и в итоге вообще нафиг она пошла тут продавали дешево 85 рублей килограмм и я купил 500 грамм там еще вообще клубника там 200 180 рублей 250 270 по 300 рублей продают может быть та сладкая не знаю особо как-то даже не интересно искать эту сладкую клубнику это кисловатая ну это дешевая вот это вот попробую еще но я покупал уже один раз такая же вот такая же кислит чуть-чуть сладкая и она еще мятая к тому же почему и дешевле продают насильно мятая там стал там целая история произошла я стал выбирать ко мне продавщица прицепилась что нельзя выбирать мы тебе наложим но там же каждая вторая ягода мятая нахера мне мята это же все таки я же не за 10 рублей покупаю ну покупатель всегда дерьмо в россии потребитель покупатель рассказывать что есть какой-то бизнес а эти покупил то что угодно я живут и сотовую связь обзоры без разницы там за газ за бензин налоги заплатил все равно ты никто и тут то же самое ну то что мятая я как бы не против что до обычная типа клубника 200 ты покупаешь 8 из 5 и там они помяты и ты может быть выбираешь но тут типа тетка говорила нельзя выбирать хотя развес ты можешь выбирать но зачем тебе мятый если мятая ягода она же там стандарты какие-то есть она вообще ничего не стоит тогда это хлам и она мне напихал ах они хотели то в перчатках стоят но которыми деньги берут и целый день в одних перчатках грязных она хотел положить я искал что в пакетик надо взять одноразовая на запихнула пакетиком но все равно тут почти что все они мятые то есть такой происходит своеобразный кидок ну и в ларьках воде как обычно стоят квашеная капуста которая должна храниться при плюс четырех градусов а там плюс 25 плюс 30 сейчас жарко целый день стоит куда-то надо жаловаться есть этот роспотребнадзор но мне так надоело это все все равно до придут они оштрафуют они на следующий день опять все это будет стоять тухнуть все государство протухло каждый день на носиться и сами люди до которые ходят они как бы не против что там половина тухлятины кругом продается но не то что в ларьках и в сетевых магазинах тоже херня всякой по некачественные продукты и государство от этого не защищает государство наоборот на этом зарабатывает ну так лобдика на троечку бы я оценил то есть когда покупаете сами выбираете все равно что я к чему я говорю выбирайте даже если цена маленькая горите нет давай собака я сам выберу продавец они зарабатывают до херища те ларьки у них миллионы рублей так такой же поганый телефон он перегревается когда записываешь 10 минут видео ужас вообще он как бы не ломаный он такой завода просто ужасе но я описал в обзоре можете посмотреть пиксели гуговские просто не может в интернет данные передавать одновременно и записывать просто впадает перегрев через пять минут троттлинг и ну вроде ролик сохранил первую часть я надеюсь я сцеплю эти два куска хоть и не потерялся как-то теряет ролик записывает если там завис и теряет нет вроде он есть ну как бы я вижу что картинка есть хер знает может он испорченный так это капуста это новое подорожало как бы свежего урожая было 20 стало 30 но показывать не буду а картошка это новый урожай тоже кругом она безвкусная пресная совершенно я про нее ролик сделал отдельно специально меня вот бесит что она 25 до 50 рублей но мелкая 25 и она безвкусная нормальная картошка даю можно есть там пузище набить но вкуса у нее ноль она выглядит не гнилая там ровненькая но пресно такая вот как вот ну как вот эти вот парниковые все огурцы и помидоры вот все такое вот пресная ну для бедняков еда короче есть подороже естественно помидорки все те же божанские кри кривинские как кривянские там помидоры клубники какие то наверное есть тоже сладкие для людей высшего сорта в общем мятую либо не покупайте либо покупайте выбирайте либо она мега дешево должна стать клубника стоить осторожно покупайте 85 рублей все равно я считаю это нормальная цена и замятую клубнику цена либо вообще 0 либо 10 рублей все хотят обмануть торговые точки ларьки магазины сетевые получают миллиарды и хлам продают а у меня история тут произошла записывает вообще нет там такой пакетик перекрестки с картошкой был там по-моему два килограмма было но я посмотрел там такая бирка 25 рублей тетка пробил 25 и как килограмм пробился а там было два то есть она ну не вбила что ли два килограмма эти и магазин продал мне два килограмма по цене одного килограмма картошки ну вот я прям наварился на всю жизнь теперь счастлива буду жить и голосовать за путина ну я шучу конечно не надо за путина голосовать надо всего против государства делать надо разъяснять некоторые люди же верят всякую чушь верит телевизору всем подряд верят ульга вот а так зашибись клубника вот мега дорого она стоит по сути обскал и 100 рублей дорого за клубнику не ну блин просто вкус очень слабый кислый фигня абрикосы это лучше ой блин наприкосы но вот эти персики все пока либертарианцы до свидания всего хорошего ничего не подписывайтесь ставьте уведомления пока пока